Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня вспомним святых Кирилла и Марию Радонежских, родителей преподобного Сергия Радонежского. У святого Сергия и родители святы. Но на самом деле это такая тихая святость, святость может быть не очень заметная многим и не обязательно нужно искать непременно каких-то ярких чудес, необычных откровений. Нам-то как раз и нужно тихое, простое благочестие, которое спасает человека в миру посреди вот этих треволнений мира земного. И святые Кирилл и Марию, вот сразу скажу, что они именно покровители семейного счастья. Поэтому и обращайтесь к ним, кто хочет создать семью, кто хочет наладить отношения с детьми, да, или дети, которые хотят наладить отношения с родителями. То есть, в общем, все, кто хотят создать гармонию, подлинную духовную гармонию внутри семьи, мужья с женами, родители с детьми, там, дедушки, бабушки с внуками и так далее, все молитесь именно святым Кириллу и Марии Радонежским. И жаль, что не все это понимают, что именно они являются покровителями семейного счастья. Есть даже икона рода Сергиева, и обязательно обратите на нее внимание. Там ведь кто изображается? Там и Кирилл, и Мария, ну, там как бы уже они в упокоении, да, то есть, вот когда уже на смертном адре, да, но там же изображается преподобный Сергий Радонежский и брат его старший Стефан, а Стефан, кстати, тоже прославлен в лике святых, он в лике святых прославлен, хотя местночтимый московский святой, но тоже святой. Там же изображается святой Федор, сын Стефана, то есть, получается, внук Кирилла и Марии Радонежских, вот, ну, еще сын их Петр, он не был прославлен в лике святых, но он благочестив, вот, жены Стефана и Петра, вот, то есть, мы видим, что действительно целая семья, среди которых святые, то есть, родители, вот, Кирилл и Мария, Сергий, Стефан, и даже внук, внук Федор, он тоже прославлен в лике святых. Вот это, это просто вот сила, это подлинная духовная мощь, поэтому вот им обязательно молитесь, и уже в наше время, в двухтысячные годы, одна женщина приезжала из Ставропольского края в Ходьков монастырь, и ей было дано такое удивительное откровение, она просто, она еще не была, в общем-то, очень так, воцерковленный человек, и много терпела от своего мужа, который изменял там, обижал ее, бил, притеснял, и вот ей однажды буквально в видении явились вот эти вот угодницы Божии, и они сказали, мы Кирилл и Мария, мы тебя в обиду не дадим. А она даже не знала, что же это за Кирилл и Мария, да, кто это такие, ведь не так давно они были прославлены в лике святых, и вот она стала узнавать, кто они такие, узнала, что это родители преподобного Сергия, что они покоятся их мощи в Ходьковом монастыре, и вот она туда приезжала, и, в общем, действительно стала получать такую благодатную духовную помощь от святых Кирилла и Марии Радонежских, и мы знаем такое древнее, в общем-то, устойчивое предание. Преподобный Сергий, он говорил, что если вы хотите о чем-то попросить меня, то прежде попросите моих родителей. Вот хотите, если чтобы что-то вот исполнил преподобный Сергий, то вначале посетите его родители Кирилла и Марии Радонежских, это, кстати, по пути к Свято-Троицко-Сергиевой Лавре, обязательно приезжайте, попросите их, потом приезжайте к преподобному Сергию, и вот такая молитва, это будет совершенно особая молитва, совершенно особое прошение, и вот это, ну, конечно, по вере ваше да будет вам, но поверьте, что вот это Господь исполнит. А почему так? Потому что у преподобного Сергия вот с родителями как раз была особая такая взаимосвязь. К сожалению, когда мы читаем жития многих других святых, ну, допустим, преподобный Феодосий Печерский, вот у него не очень складывалось, там, отец вообще как-то он умер, да, а мама, она себя, в общем, вела достаточно так жестко, и он от нее потом сбежал, или вот преподобный Александр Свирский, он тоже просто взял, ушел от родителей, потом, правда, произошло такое вот примирение, он наставил их, чтобы и они тоже окончили жизнь в монашестве, но все-таки ушел он их, как бы бросив. А вот преподобный Сергий, он до конца был послушен, даже пусть это покажется каким-то таким земным послушанием, да, но все равно, вот это была особая такая взаимосвязь преподобного Сергия с его родителями, и, кстати, поэтому и сейчас вот у многих лаврских монахов, ну, вот как-то сложилось, что если они откуда-то приехали, то вот проходит время, и они тоже родителей своих, или кого-то, вот, допустим, там, папа умер, мама еще осталась, или наоборот, еще вот остается отец, вот они привозят поближе к лавре, и поселяются родители недалеко от лавры, и монахи тоже продолжают оказывать заботу о своих родителях, то есть здесь такая удивительная любовь к тем, кто вот, ну, Господь тебе, кого и дал, как родители, да, чти отца и мать, чтобы тебе было благо, да, и чтобы ты долголетен был на земле. И вот что же это были за удивительные люди? Они из ростовских краев. Кирилл, он боярин, а боярин это что? На самом деле, вот, если посмотреть, это был такой близкий круг к ростовскому князю, то есть советники. Был совет бояр, которые помогали в правлении, то есть святой Кирилл, он входил, он был дворянского происхождения. Есть разные там, кстати, такие, ну, не то чтобы легенды, но предположения, предания о том, что род кто-то вообще восходил к варягу Симону, что это, или точнее Шимон, варяг, который в Киево-Печерской обители как раз создавал, строил храм в честь успения Божией Матери. Вот тот самый Шимон, который при первых преподобном Антоне, при преподобном Феодосии, вот тогда вот он строил. И вот есть предположение, что святой Кирилл, отец преподобного Сергия, он как раз из рода вот этого Шимона, и в ростовских краях там очень много поселков, которые, ну, вот имя Шимон в себя встречает, там Шимонова, там, или как-то по-другому еще они звучат. Но в любом случае святой Кирилл был человеком непростым, и он часто сопровождал ростовского князя в Золотую Орду. А почему так? Потому что князю надо было выбивать какие-то права, какие-то привилегии, ходатайся о своей земле, чтобы ордынцы не трогали ростовские края, и в одиночку ездить было крайне рискованно, поэтому ездили со свитой. Вот Кирилл, он часто сопровождал его, и он, конечно же, видел все вот эти многочисленные несправедливости, неправды земные и притеснения вот эти социальные, и эти поездки, они сопровождались, ну, просто вот страшным разорением, потому что Епифаний Премудрый, который описывал житие преподобного Сергия и, в общем-то, жизнь Кирилла и Марии, он про это и пишет, почему в конечном итоге святой Кирилл разорился. Да потому что постоянно приходилось ездить, и там нужно было платить всем чиновникам, от мала до велика, вот всем плати, 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 давай взятки, да потом тебя еще и ограбят, в конце концов, и вы выезжали оттуда совершенно без средств, и это были просто, ну, в общем, жизнь в постоянных стрессах, а вот Святая Мария, она больше посвятила себя вот домашнему семейному очагу, воспитанию детей, и мы знаем, что родилось у них трое сыновей. Есть предание, что они жили в селении Варницы, и там сейчас целая обитель с училищем, и там даже показывают колодец, из которого по преданию святые Кирилл и Марии черпали воду. Ну, во всяком случае, они жили именно в сельской местности, ближе к природе, то есть не чурали с простого такого труда крестьянского, и вот известно, что когда уже приближались роды преподобного Сергия, повторим, что он был вторым сыном, первый был Стефан, а вот потом зачат вот этот удивительный ребенок, и Мария, она приходит в храм, и как мы читаем вот в этом древнем житии, написанном Епифанием, что она находилась в притворе вместе с другими женщинами, и на самом деле даже мелкие детали имеют огромное значение. Это что за притвор? А дело в том, что женщины в древнее время стояли отдельно от мужчин, как бы в первом отделении храма, и получается, что были такие, в общем-то, пространные притворы, которые отделяли от основной части храма, и женщины именно там находились. Вот у сербов эти притворы называются женская церковь, а в Малороссии назывались бабенец, то есть само слово указывает, что тоже для расположения женского пола, и вот там, когда находилась Святая Мария, то во время службы происходит вот это удивительное чудо, что младенец, еще будучи в утробе матери, трижды прокричал, и, как пишет Епифаний, он заверещал. В начале, первый раз это когда? Перед чтением Евангелия, потом второй, при начале Херувимской песни, и же Херувимы, и третий раз при возглашении священника со святыми дарами, святая святым, вон мем святая святым, и ребенок возгласил третий раз, а рядом все удивились и подходят к Марии, спрашивают, у тебя ребенок, а где у тебя ребенок? Она говорит, да нет у меня, может быть, кто-то еще там спросите у других, она испугалась, они говорят, да нет, это вот такой же голос исходил от тебя, и она говорит, что на руках у меня нет, но вот я ношу в себе, да, ребеночка, ожидаю, и вот такое чудо, оно действительно произошло, и впоследствии священник, который крестил, крестил преподобного Сергия, он и объяснил, что вот это троекратное возглашение означает, что сын станет служителем Святой Троицы, и со временем он сам, как обитель Святой Троицы будет, обитель Святого Духа, и вот, конечно, удивительное такое чудо, и непонятно, как это произошло, потому что рационально объяснить невозможно, но на то оно и чудо, что оно выходит за пределы привычного, за пределы естественного понимания, и для нас что здесь важно? То, что он прокричал не где-то на улице, да, не на скотном дворе, там, еще не где-то, а именно в храме, там, где прославляется Господь, что это произошло не во время пиршества, а именно во время богослужения, то есть ребенок, его, смыслом его жизни будет молитва и служение Господу Богу. Он прокричал, он не тихо как-то вот возгласил, да, а именно громко, чтобы слышали другие, и как некий вот свидетельствует, что его собственное служение, оно громко пройдет по всем пределам русской православной церкви, и преподобный Сергий, он действительно всех за собой потянул других святых, да, то есть его смиренное, тихое слово, оно стало громким, расходясь по всем пределам просторам русской православной церкви. И он провозгласил не один раз, а трижды, да, как бы знаменный, что он действительно станет служителем Святой Троицы. И вот потом происходит уже главное то, что он появляется на свет, рождается, и с этого момента уже маленький младенец учит свою маму строгому воздержанию, потому что оказалось, что если мама вкушала мясную пищу, то в этот день ребенок совершенно не прикасался материнскому молоку. Ну, а для мамы это что, она, во-первых, испугалась, что, может быть, со здоровьем чего-то не то у ребенка, и там расспрашивала других женщин, и показывала им ребенка, они смотрят, он выглядит как вполне здоровый, да, проявлений болезни нет, и потом она заметила, что это было связано со вкушением мясной пищи, она отказалась, то есть получается так, что ребенок уже учил родителей более строгому воздержанию, такой вот монашеской аскези, а на сороковой день пришли его крестить, и в общем-то высчитывается, высчитывается, что родился преподобный Сергий у Кирилла и Марии 3 мая по юлианскому календарю 1314 года, а на сороковой день его крещения как раз на память апостола Варфоломея, и крестит священник Иерей Михаил, и вот он дает вот это, нарекает это имя Варфоломея, что значит сын утешения, потому что младенец действительно становится утешением для своих родителей. После крещения Варфоломея и будущий преподобный Сергий, вот он еще маленький младенец, он по средам и пятницам вообще не вкушал материнского молока, и, конечно же, родители очень переживали, и предлагали коровье молоко, он его тоже не вкушал, также если приводили кормилец, он и от чужих сосцов тоже не питался, и была такая вот, то есть, особая младенческая уже у него аскеза, и надо понимать, что для родителей это было ведь и большим переживанием, что ребенок вот так вот ведет себя непривычно, но их молитва, их вера в то, что Господь все-таки даровал им такое благословенное чадо, она препобеждала все, и надо сказать, что вот то знамение троекратного соглашения, оно к чему привело, что родители решили, что если родится ребенок мужского пола, то они посвятят его Богу, и поэтому таким образом они его и воспитывали, а когда в семилетнем возрасте он пошел учиться, то не давалась грамота, и родители опять-таки переживали, и даже вот бронили его, потому что Стефан старше учился хорошо, Петр младший, еще третий сын, ему еще не исполнилось там шести лет, он тоже пошел, тоже хорошо, а Варфоломей, которому семь лет исполнилось, ему не давалась грамота, но видимо для того, чтобы святые вот идут таким путем, чтобы понимать тоже нас, вот как и нам, простым грешным, что-то не дается в нашей жизни, и поэтому мы можем к ним обращаться в нуждах, и они нас услышат, они нам помогут. И вот Епифаний Премудрый описывает, как отец направляет, а святой Кирилл направляет как-то Варфоломей в поле искать лошадей, причем это вот был именно вот этот фрагмент, он записан в древнем житии, а потом впоследствии Пахомий Логофет, когда переписывал житие, он исправил, и Пахомий Логофет, видимо, посчитал, что для боярского сына неприлично, чтобы кто-то его направлял там искать лошадей, что это прилично там для слуг, для простых крестьян, и он пишет уже, что ребенок пошел просто прогулять, прогуляться в поле. На самом деле, отец святой Кирилл именно направил его искать лошадей. Вот это что значит? То, что, конечно, жизнь была у них более простая, хотя они и бояре, они были близки природе, они занимались сельским хозяйством. И еще так скажу, что вот кто не знает, что такое там ходить за лошадьми, тот не совсем поймет это. Когда вот маленький ребенок, вот, ну, немножко скажу, что вот я в детстве ходил тоже за лошадями, вот мы с другом, будучи маленькими, там тоже приводили лошадей. Это и для детской души тоже очень полезно, но и в то же время весьма непросто, особенно если лошадь, она освободилась от пут, а ты еще не надел на нее уздечки. Вот преподобный Сергий, тогда еще отрок Варфоломей, его направляет отец найти лошадей, и вот он встречает странника монаха, который такой светловидный, ангелоподобный, вот он молился, этот старец, и спрашивает Варфоломея, чего он ищет, и тот вот рассказывает про свою скорбь, что не дается ему грамота. И этот странник молится о Варфоломее, дает ему кусочек просфоры, и ребенок приглашает его в дом к родителям. А почему так? Из этого мы узнаем, что святые Кирилл и Мария, они очень любили встречать каких-то гостей, да, они отличались гостеприимством и любили давать приют странникам, и особенно любили монахов, тех, кто посвятил себя всецело Господу. И вот, когда приходит этот странник, то, ну, они его, конечно, приглашают и к трапезе, но он предлагает вначале пропеть часы. Что такое? Часы — это разновидность богослужения. Вот богослужение, оно делится, в положенное время в течение суток совершается, и часы там есть первый, третий, шестой, девятый, то есть первый соответствует нашим семи часам утра, третий — девяти, шестой час там двенадцати, полудню, а девятый час, богослужебный девятый час соответствует трем часам пополудню. И, видимо, подошел какой-то вот положенный час, когда нужно было совершить вот это краткое богослужение, отпеть часы, и родители приглашают этого странника, сказано, в домовую часовню. То есть, оказывается, у них дома была часовня, то есть, особая комната, отведенная для домашнего богослужения, где стояли святые иконы и где они собирались на общую молитву. И вот там-то как раз вот этот странник, он дает от рукаварфоломе почитать псалмы, все часы они начинаются с псалмов, там три псалма надо читать, и он вдруг начинает легко и ясно читать, то есть, в нем открывается разумение грамоты, это стало таким вот благословением Божиим, и вот потом, когда они уже провожают этого странника, то вдруг смотрят, и его уже нет. И с этого поняли, что их посетил сам ангел. Вот такого ангельского посещения сподобились святые Кирилл и Марии Радонежские, и мы видим, что они были очень добрыми и милосердными людьми, но проходит время, и они разоряются. А с чем это было связано? Это 1320-е годы и где-то вот 1327-28 зима, вот это когда Иван Калита, московский князь, он получает привилегии от золотой орды, ярлык на великое княжение, и ему в удел отдается ростовское княжество, то есть, как бы, ну, на его попечение. И туда, в Ростов, он направляется наместник, и вот этот наместник, ну, не знаю, там, с ведома Ивана Калиты или без ведома, он ведет себя жестоко и несправедливо. И поборы, и там все, в общем, так выстраивается, что многих притесняют, кого-то несправедливо наказывают, конфисковывают имущество. В общем, жить становится крайне трудно. Кроме того, в те дни состоялось еще нашествие Туралыковой рати из-за того, что Тверское княжество не повиновалось монголо-татарам, и вот направили даже там пять темников, Туралык там и прочие еще четверо темников, и они не только Тверское княжество разоряли, но и то, что рядом находилось, кроме Московской. Вот ростовские края попали тоже под удар, и многих крестьянам пленили, увезли, пограбили, и поэтому Кирилл и Мария, они тоже пострадали, они остались без необходимого содержания. И святой Кирилл, он разоряется, остается без средств к содержанию. И тут, что получается? То, что вот Иван Калита, он своему младшему сыну отдал в удел небольшой такой городок под названием Радонеж. Ну, все знают сейчас этот, не так далеко, в общем-то, от Сергиева Посада Радонеж, а тогда вот это был небольшой, удельный такой центр. И вот этот князь, он, чтобы привлечь людей, он объявляет некие льготы, привилегии для тех, кто переселится, освобождение от налогов, от разных повинностей. Поэтому святые Кирилл и Мария, будучи в такой вот жизненной нужде, они вынуждены переселяются в поселок, вот это селение Радонеж, где живут недалеко от храма, и там как раз вот, от руку Варфоломею было около 15 лет, да, и вот там вот они уже проводят жизнь исключительно в молитве, потому что Кирилл, он не мог уже заступать на какую-то государственную службу, силы были уже совершенно не те, его старший сын Стефан трудился какое-то время, а потом что происходит, что вот, значит, Стефан он женился, вероятно, женился он еще в Ростове, потом женился младший сын Петр, а вот средний Варфоломей, скоро он будет уже преподобный Сергий, он желал принять монашеский постриг, и родители не возражали против этого, но они сказали, что вот братья твои имеют уже свои семьи, и поэтому им некогда помогать нам, а ты у нас остался один, поэтому ты вот поддержи нас в конце нашей жизни, когда мы отойдем ко Господу, то ты сможешь исполнить свое желание и примешь монашеский постриг, и вот Варфоломей, то есть преподобный Сергий, он исполняет это без малейшего ропота, без малейшего негодования, хотя он не знал, сколько придется ему ждать, но в общем-то там было всего лишь несколько лет, и когда уже силы Кирилл и Мария скудевают, они принимают сами монашеский постриг в Ходьковом монастыре, и вот тут как раз мы сталкиваемся с еще одним таким историческим феноменом, что, оказывается, изредка встречались такие двойные монастыри, где принимали постриг и мужчины, и женщин. Тут надо понять, что это были за монастыри. Вероятно, это вот был сначала просто приходской храм, при котором стали селиться старцы и старицы, имеется в виду состарившиеся христиане, которые хотели уже жизнь окончить в монашестве, а ехать куда-то, может быть, было далеко, и вот при некоторых храмах возникали такие своего рода богодельни, ну не будем называть их давами престарелых, а просто вот некие такие обители, обители, где уже в старости православные христиане хотели окончить жизнь. Это было очень распространено на Руси, я имею в виду, что желание принять в конце земной жизни монашеский постриг, потому что, ну как рассуждали, что вот мы, конечно, все и веруем, и молимся, и стараемся угодить Господу, но много в мирской жизни грехов, и вот когда уже ты доходишь до порога, то хочется как бы отрешиться от всех вот этих, даже пусть и мелких прегрешений, и уже с чистой освободившейся душой предстать пред Господом, и поэтому принять в конце земного своего пути монашеское пострижение, уже как бы в новом таком духовном качестве перейти в мир иной. И вот так вот возникли некоторые монастыри, которые были двойными, то есть для пожилых людей, ранее живших в миру. Потом эта практика упразднилась, буквально там через 100-150 лет, и вот Кирилл и Мария именно там поселяются, а тут происходит еще что? У Стефана умирает его жена, и он тоже принимает монашеский постриг, и поначалу он именно в Хачковом монастыре, а уже потом он вместе вот с Варфоломеем уходит на гору Маковец, то есть как бы он тоже как бы при родителях получается, и они свой вот этот конечный этап жизни проводят именно в этой обители, в молитвах, в смиренном таком служении Господу, и Варфоломей он тоже их там поддерживает, и именно там они переходят в мир иной, и там они были погребены, и уже с тех самых пор пошло вот почитание родителей преподобного Сергия, как таких благочестивых молитвенников, которые слышат тех, кто обращаются к ним с любыми просьбами. Конечно, почитание преподобных Кирилла и Марии Радонежских, оно во многом было связано с именем самого Сергия, Авы Сергий, которого особенно чтили, как вся Россия чудотворца, как игумена всей земли русской, и поэтому чтили родители его, но и сами Кирилл и Мария, они тоже многократно помогали, хотя вроде бы не было общецерковного прославления, часто молились им во время морового поветрия, ходили к месту их захоронения, обращались с молитвами. Вот в девятнадцатом веке, вот в Ходьковом монастыре записывали все эти чудеса в девятнадцатом веке, там одна в Симбирской губернии, одна крестьянская девочка Татьяна, как-то в зимнее время она упала в реку, и после этого она стала болеть ревматизмом или что там еще, уже трудно понять, что это был за медицинский там диагноз, но во всяком случае у нее такие вот раны открылись по всему телу, и какие-то шишки вот, и от шишек шея на бок, вот, она все время лежала, и от раны сходило какое-то зловоние, и вот потом как-то, когда Пасха приблизилась, то старший брат решил вынести ее на скотный двор к телятам, к ягнятам, ну, чтобы она как бы не мешала светлый праздник отмечать праздник Пасхи, и она настолько горевала, что вот плакала, молилась, и вдруг под утреннюю пасхальную она увидела какого-то старца, который сказал, не плачь, не горю, не скорби, а лучше благодари и молись Богу, и обращайся с молитвами к преподобному Сергию и Кирилле, и Марии. Вот что он сказал. И после этих слов, когда вот так сказал этот старец в видении, у нее раны ее стали очищаться, исчезла вот эта зловония, и полностью еще не заживали раны, но уже очистились. А мама почему-то думала, что, видимо, она скоро умрет, что вот вроде как бы ей стало легче, такое предсмертное облегчение иногда бывает, но ей становилось все лучше, и вот она потом решила посетить, конечно, преподобного Сергия, и по пути она зашла в Саровскую пустынь, попала к одному схимнику, и тот говорит, что тебя исцелили родители преподобного Сергия Кирилл и Марии, поэтому ты обязательно сходи и к преподобному Сергию в Троицкую обитель, и обязательно к его родителям в Ходьков монастырь. И вот когда она это уже исполнила, то у нее прошли остатки ее болезни, и шея ее распрямилась, и вот эту вот историю записали, то есть Кирилл и Мария, даже не будучи прославлены в общецерковном таком смысле, они всегда помогали тем, кто обращался к ним в молитвах. Потом вот их тела, конечно, мощи святые всегда соблюдались, они были как бы под спудом похоронены, но после революции пошло вот это вот разорение, да, и тогда перезахоронили из храма на территории монастыря в отдельном склепе, и уже в конце советской эпохи состоялось обретение святых мощей Кирилла и Марии Радонежских, а в 1992 году, когда отмечалось 600 лет со дня представления преподобного Сергия, то были прославлены Кирилл и Мария в общецерковном смысле, тоже как радонежские святые, и они даны нам как именно покровители семейного счастья, как те, которые слышат нас, как слышит и преподобный Сергий, поэтому будем помнить такой вот завет по преданию, дошедший от преподобного Сергия, что если вы хотите, чтобы я исполнил какую-то просьбу, то вначале попросите моих родителей об этом, Кирилла и Марии Радонежских. Вот будем помнить этот завет, чтить родителей преподобного Сергия, и тогда и наши просьбы он тоже услышит. Святые преподобные Кирилле и Марии Радонежские, молите Бога о нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok